Результаты переписи населения, проведенные в 1937 году в Советском Союзе, Сталин остался недоволен, и поэтому многие ее показатели опубликованы не были. Самой большой неожиданностью для большевистской власти были итоги ответа на вопрос, верите ли вы в Бога. Верующими назвали себя 56,7% населения. С учетом свирепости года 1937, к этой цифре надо добавить еще процентов 20, тех людей, которые из страха не назвали себя верующими. Страна, воевавшая против нацизма, была глубоко религиозной. Сегодняшние энтузиасты и патриоты, которые занимаются поиском и захоронением погибших солдат и офицеров Волховского фронта, а вопреки официальным заявлениям, до сих пор не обрели покоя в земле десятки тысяч наших воинов, погибших в лесах и болотах, гораздо чаще на истлевших останках находят православные крестики, чем медальоны с фамилиями погибших. Знала ли большевистская власть страну, которой руководила? Понимала ли людей, которых она отправляла в смертный бой? Генералиссимус Суворов перед боем любил повторять в качестве залога победы «Мы русские и с нами Бог». Советская власть делала очень многое для того, чтобы мы перестали быть русскими, и Господь оставил нас одних, один на один с коварным, жестоким и понатаревшим врагом. Но не вышло. Русские остались русскими и в этой страшной войне, и постепенно, и сам верховный главнокомандующий начал понимать какая-то громадная, неодолимая сила, единство русских, отстаивающих свое отечество. Суворов был абсолютно прав. Мы русские и с нами Бог. Это секретное оружие, которое выручало нас на многих драматических поворотах нашей трагической тысячелетней истории. Субтитры создавал DimaTorzok В Северной Африке 1 сентября фельдмаршал Эрвин Роммель начал свое очередное наступление. Но войска, хорошо оснащенные 8-й британской армией, которой теперь командовал генерал Бернард Монгомери, уверенно отбили все атаки. Истинное положение этала немецких войск было нелегким. Три итальянских транспорта английский флот пустил на дно вместе со снаряжением, которого очень не хватало африканскому корпусу. На двух из этих судов в трюмах погибло около пяти тысяч советских военнопленных. Роммель для производства оборонительных работ запросил 60 тысяч советских военнопленных. 50 тысяч ему щедро было обещано. Половину этих несчастных уже успели перебросить в Северную Африку, где они стали жертвами тяжелейшей эпидемии дизентерии, которая не пощадила и самого Роммеля. 25 сентября фельдмаршал вынужден был взять краткосрочный отпуск по болезни. 42-й армейский корпус 11-й немецкой армии переправился через Керченский пролив на Таманский полуостров. Вермахт начал наступление в направлении Новороссийска, и 10 сентября немцы захватили этот важный портовый город. Но Гитлер по-прежнему был недоволен действиями группы армий А на Северном Кавказе. 14 сентября 1942 года солдаты и офицеры 71-й пехотной дивизии вермахта под командованием генерала Гартмана сумели пробить узкий коридор к Волге. По сути, задача, поставленная Гитлером в начале летней кампании, была решена. Судоходство по Волге можно было считать перерезанным. Но Гитлер по соображениям престижей под влиянием психологических обстоятельств требовал полного овладения Сталинградом. Таким образом, Сталинград превращался в мясорубку для каждой из противоборствующих сторон. Только положение этих сторон было принципиально разным. Если 6-я армия Паулюса по-прежнему штурмовала город в составе 7 измученных и уставших с августа 1942 года дивизий, то отважный Василий Иванович Чуйков, командовавший 62-й армией, только за вторую половину сентября получил 6 свежих дивизий, включая 2 гвардейских. И к концу месяца 7 уставшим дивизиям Паулюса противостояли силы Чуйкова, равные примерно 15,5 дивизиям, не считая ополченцев. В одном из дневников, который вел немецкий офицер генерального штаба, в конце сентября 1942 года появилась красноречивая запись. Силы русских в Сталинграде нам кажутся неистащимыми. 6-я армия генерал-полковника Фридриха Паулюса 13 сентября начала сражение за центр Сталинграда. Завязались упорные бои за каждый дом, вернее за развалины домов, потому что в центре Сталинграда неразрушенных зданий не осталось. Оборона города была возложена на 62-ю армию, командующий генерал Василий Чуйков, начальник штаба Николай Крылов, и 64-ю армию, командующий генерал Михаил Шумилов, начальник штаба Иван Ласкин. Вот как выглядела сводка Сталинградских уличных боев за первую половину дня 14 сентября 1942 года. 7 часов 30 минут утра противник вышел на Академическую улицу. 7 часов 40 минут первый батальон 38-й механизированной бригады отрезан от главных сил. 7 часов 50 минут бои в районе Мамаева-Кургана и на подступах к вокзалу. 8 часов 00 минут вокзал в руках противника. 8 часов 40 минут вокзал в наших руках. 9 часов 40 минут вокзал снова занял противник. 10 часов 40 минут противник вышел на Пушкинскую улицу, 600 метров от командного пункта 62-й армии. 11 часов 00 минут до двух полков пехоты при поддержке 30 танков противника продвигаются к домам специалистов. 13 часов 20 минут вокзал снова наш. Это событие всего лишь одной половины сентябрьского дня. Такая вот Сталинградская городская война, в которой перемалывались лучшие дивизии гитлеровского вермахта, в свое время разгромившие Францию. Во время августовской 1942 года встречи с Черчиллем в Кремле Сталин высказал одно очень любопытное соображение. Красноармейцы, сказал он, пока еще не слишком хорошие солдаты. Им пока не хватает ни боевого опыта, ни военной выучки. Но скоро, сказал Сталин, все изменится, и Красная Армия станет первоклассной. Так оно в конечном счете и произошло. Но совершенно очевидно то обстоятельство, что самая хорошая армия, обученная, имеющая боевой опыт, не сможет добиться успеха, если не будет обеспечена в должном количестве военной техникой, снаряжением, боеприпасами. И вот с этой точки зрения советская военная промышленность только осенью 1942 года вышла на более или менее приемлемый уровень. И это с учетом грандиозных потерь, которые пришлись на первый год войны. Я имею в виду утрату донецкого угля, криворожской руды, потерю многих очень важных производительных электростанций. И, наконец, очень серьезную проблему, связанную с нефтью. Ведь мы потеряли Майкоп, были подвергнуты бомбардировкам с воздуха нефтеперерабатывающие заводы Грозного. И, кроме всего прочего, пришлось законсервировать ряд нефтяных скважин в Баку. Таким образом, в конце 1942 года приоритетами советской военной экономики были уголь, металл, электроэнергия, нефть. Только при условии эффективного решения этих проблем можно было рассчитывать на грядущие победы. Подводная лодка Балтийского флота «Лембит» под командованием капитана 3-го ранга Алексея Матьясевича в начале сентября должна была вернуться из боевого похода. В Балтийском море «Лембит» потопил три вражеских судна. Позднее на выставленных подводной лодкой минах подорвались еще два немецких транспорта. Но сентябрьские 1942 года дни шли за днями, а «Лембит» не возвращался. Условия для подводной войны на Балтике были тяжелейшими. Несравнимыми с действиями субмарин в Атлантике. Малые Балтийские глубины, исключительно насыщенные с минными полями, узкие фарватеры, теснота, береговые батареи, авиация, множество малых противолодочных кораблей превращали каждый выход на боевые позиции на Балтийском море в смертельный риск для подводников. «Лембит» в своем самом результативном походе подвергался многочисленным атакам глубинными бомбами. На лодке были повреждены аккумуляторные батареи. Произошел выброс ядовитого газа. Часть экипажа была отравлена. Матейсевич с трудом удерживал «Лембит» на глубине. Подводная лодка буквально ползла через финский залив к Хронштадту. И 22 сентября они пришли в родную базу с большой победой и всем смертям назло. В эти же дни встречали и подводную лодку «Л-3» капитана 3-го ранга Петра Грищенко, потопившую в одном походе 5 транспортов противника. Японская подводная лодка «И-19» торпедировала американский авианосец «Оос» и линкор «Северная Каролина». Авианосец был оставлен экипажем и добит торпедами своих эсминцев, а линкор отправился на длительный ремонт. В Атлантике немецкие подводные лодки и самолеты «Люфтваффе» потопили в сентябре союзнические суда общим водоизмещением более 1 миллиона тонн. Денец существенно расширил район свободной охоты своих подводников. Несколько германских субмарин перешли из Атлантического океана в Индийский. Транспорты в Индийском океане ходили без сохранения, и подводные лодки поначалу с легкостью добивались своих побед. 12 сентября в Атлантике произошел эпизод, еще более ужесточивший подводную войну. Германская субмарина У-156 торпедировала английский военный транспорт «Лакония». На «Лаконии» находились 1800 итальянских военнопленных, женщины с детьми, английские и польские охранники. Когда командир У-156 Вернер Хартенштейн узнал об этом, он немедленно отправил радиограмму Денецу. У-156 всплыла и занялась спасением людей. Людей поднимали на плоты, на шлюпки, в лодки, на палубу У-156. Денец направил на помощь Хартенштейну еще две подводные лодки. Но в это время неожиданно появился американский самолет. Хартенштейн пытался связаться с ним по радио и объявить район бедствия «Лаконии» нейтральным. У-156 подняла громадный флаг Красного Креста, но ничего не помогло. Американский самолет сбросил бомбы как на подводную лодку, так и на шлюпки с беспомощными людьми. В итоге У-156 обрубила буксирные концы с шлюпками и плотами и ушла на глубину зализывать раны. А Денец отныне категорически запретил своим командирам подводных лодок заниматься спасением терпящих бедствия людей. Надо честно сказать, что ни американские, ни японские, ни советские, ни британские подводники не занимались спасением утопающих людей с судов ими торпедированных. Таковы были жесточайшие правила войны, выработанные кем? Самой войной. В республиках Советского Закавказья объявлено военное положение. Опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о повышении предельного возраста женщин, подлежащих мобилизации для работы на производстве и строительстве. Предельный возраст повышался до 50 лет. Самолеты Б-17 8-й воздушной армии США прибыли в полном составе на Британские острова для участия в стратегических бомбардировках Германии. Ставка преобразовала Сталинградский фронт в Донской, командующий генерал-лейтенант Константин Рокоссовский, а Юго-Западный фронт в Сталинградский, командующий генерал-полковник Андрей Еременко. 12 сентября немецкая авиация и подводные лодки на севере Норвегии атаковали первые после большого перерыва конвой союзников ПК-18. Конвой потерял 13 судов из 40, следовавших в Мурманск и Архангельск. Исходя из первоочередных задач, которые стояли перед советской военной экономикой, необходимо было приступить к реализации серьезной крупномасштабной программы развития военной промышленности СССР. И к этим задачам в первую очередь нужно отнести задачу ввода в действия тех предприятий, которые еще в начале войны были эвакуированы из районов, которым угрожала фашистская оккупация, на восток. В 1942 году многие из этих предприятий начали выпуск военной продукции. Наконец, еще одной очень важной и актуальной военно-экономической проблемой была проблема внедрения в военное производство новых технологий. И самым, с моей точки зрения, характерным примером в этом отношении является пример с производством лучшего среднего танка Второй мировой войны, танка Т-34, который намного превосходил английские «Матильды» и американские «Шерманы», которые мы получали в рамках программы «Ленд-Лиза». Так вот, если изначально башня танка Т-34 изготавливалась с помощью отливки, то в 1942 году стали использовать метод штамповки, и производство танков значительно увеличилось. Ну и, наконец, нельзя не упомянуть и о том, что где-то с осени 1942 года в серию пошли некоторые новые образцы военной техники. И наиболее характерна в этом отношении ситуация с запуском в серию советского истребителя «Ла-5», который по своим тактико-техническим характеристикам превосходил немецкую классику, знаменитый «Мессершмитт-109». Над Сталинградом стояла плотная зарево из огня, дыма и пыли. В ночь на 15 сентября в город переправилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Александра Радимцева. В первый же день боев дивизия потеряла более 500 человек ранеными и убитыми и зарасходовала почти все свои боеприпасы. Немцы упорно продвигались к центру города, заняли железнодорожное депо, здание Государственного банка и господствующий над Сталинградом Мамаев-Курган, высоту 102. Уличные бои продолжались и ночью. Командный пункт 62-й армии в эти дни находился в 120 метрах от противника. Три из четырех действующих переправ через Волгу 15 сентября были выведены из строя плотным огнем немецких штурмовых групп. Тяжелораненых спускают на плотах вниз по Волге. Над городом весь день разворачиваются упорные воздушные бои. Заградительные отряды расстреляли в течение этого дня 15 сентября 33 паникера, предателя и шпиона, в том числе командира полка связи 399-й стрелковой дивизии майора Жукова и комиссара полка Раскопова. Сталинград в сентябре, как громадная воронка, втягивал в себя и поглощал одну дивизию вермахта за другой. Но и Павлюс и Гитлер все еще полагали, что через 10 дней они смогут окончательно и бесповоротно утвердиться в Сталинграде, полностью уничтожив в городе Советскую 62-ю и 64-ю армии. Командующий 62-й армией Василий Иванович Уйков родился 12 февраля 1900 года в крестьянской семье в Тульской губернии. Участник гражданской войны закончил военную академию имени Фронзе. В Зимней войне командовал армией без особого успеха. Затем был военным атташе в Китае. В битве за Сталинград генерал Василий Чуйков все дни этого тяжелейшего поворотного сражения находился в городе на правом берегу Волги. Именно благодаря стойкости 62-й армии и ее командарма советские фронты смогли накопить резервы для последующего контрнаступления. Но в сентябре крутой, жестокий и решительный генерал Василий Чуйков ничего не знал о будущем. Для него окопы Сталинграда были рядом, каждая рота на счету, за каждый дом его войска сражались и были главной опорой обороны. В сентябре союзники окончательно определили характер, масштабы и сроки десантной операции в Северной Африке. Американские генералы поначалу с недоверием относились к предложению Черчилля. Они считали эту операцию периферийной и предлагали высадиться в Южной Франции. У Америки, в отличие от Великобритании, сохранялись сносные отношения с французским правительством Виши, которому тогда принадлежали Марокко и Алжир. Поэтому союзники запланировали в основном высадку американских войск при поддержке британского флота и авиации. 22 сентября на заседании англо-американского комитета начальников штабов была назначена дата операции под кодовым названием Торч. 8 ноября 1942 года союзники должны высадиться в Алжире и Марокко на колониальных землях Франции маршала Петеда. В Германии первые испытания прошли танки «Тигр». В сентябре «Тигры» впервые участвовали в бою. Несмотря на возражения генерала Гудериана, Гитлер приказал испытать новый танк в заболоченных лесах под Ленинградом. Атака «Тигров» провалилась. Мосты через речушки не выдерживали тяжести танков. Один из них утонул в болоте. Таков разочаровывающий итог дебюта этих грозных немецких танков. 5 сентября 1942 года был подписан приказ Народного комиссара обороны о задачах партизанского движения. Этот приказ появился после того, как в Москве прошло совещание с участием представителей наркомата обороны Центрального штаба партизанского движения, созданного в конце мая 1942 года, и руководителей крупных партизанских формирований Белоруссии, Украины, Орловской и Смоленской областей. В приказе были сформулированы новые установки, которые руководство партизанским движением должно было принять к исполнению. Речь может идти в первую очередь о трех принципиальных позициях. Во-первых, в приказе говорилось о том, что теперь советские партизаны должны развернуть активную, энергичную, диверсионную и разведывательную работу в городах. Именно на этом Сталин сделал особый акцент. Во-вторых, в приказе говорилось о том, что партизаны должны вести эффективную разведывательную работу, работу по сбору развединформации в интересах Красной Армии. Именно такова была формулировка, заложенная в приказе от 5 сентября 1942 года. И, наконец, в-третьих, перед партизанами была поставлена задача эффективно противостоять немецкой пропаганде, развернуть активную, разъяснительную, политическую работу в районах, оккупированных немцами. Во второй половине сентября упорное сражение за Сталинград продолжалось с прежним ожесточением. Иногда и сами немцы уже не понимали, зачем они столь долго и с такими потерями сражаются за ту или иную улицу. На берегах Волги происходило что-то доселе, невиданное в военной истории. Начальник германского генерального штаба Гальдер уже несколько раз отмечал крайнее утомление своих войск, слабость флангов, где фронт держали итальянские и румынские войска. Кризис неизбежен, считал генерал Гальдер. И первый из таких кризисов уже в сентябре 1942 года, казалось бы, в разгар успехов поразил германское верховное командование. Первым против Гитлера выступил пресловутый, строптивый начальник германского генерального штаба генерал-полковник Франц Гальдер, который заявил фюреру о том, что у Вермахта просто нет сил для одновременного развития интенсивных наступательных операций под Сталинградом и на Северном Кавказе. Гальдер усомнился в том, что полководческие распоряжения фюрера соответствуют реальной обстановке, а в конце заявил о том, что Советы производят в месяц 1200 танков, чем вообще привел Гитлера в ярость, накричавшего на своего начальника штаба и потребовавшего от него прекратить такую идиотскую болтовню. Во второй половине сентября Гитлер съел и своего начальника штаба, вечно недовольного и бубнившего о том, что попрание основных законов стратегии рано или поздно приведет в Вермахт к катастрофе. 24 сентября 1942 года начальник германского генерального штаба генерал-полковник Франц Гальдер был снят со своей должности и заменен более покладистым генерал-майором Куртом Цейтлером, который немедленно был произведен в генералы пехоты. Генерал-полковник Франц Гальдер родился в 1884 году. Бессменный начальник генерального штаба Третьего рейха с 1938 по 24 сентября 1942 года. Классический штабной начальник, представлявший традиционное немецкое офицерское сословие, неоднократно возражал против импровизации Гитлера. После июля 1944 года арестован и помещен в концлагерь Дахау. Дневник Гальдера для историков являлся одним из самых надежных источников. В конце сентября в тяжелейших условиях битвы за Сталинград советское командование начинает задумываться над тем, как использовать выгоды, обороны и слабости флангов сталинградской группировки врага. Кто первым высказал идею контрнаступления? Сталин, Василевский, Жуков, Воронов, Рокоссовский, Еременко. Скорее всего, все они вместе взяты. Но впереди еще был Сталинградский октябрь и большая половина ноября. Дни и ночи, когда судьба города висела на волоске, когда нельзя было уступать ни пяде Сталинградской земли. Во время одной из встреч Сталина с Аверилом Гарриманом специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки выразил восхищение стойкостью и мужеством русского солдата. И Сталин ему искренне ответил. Вы думаете, они сражаются за советскую власть? Нет, это они защищают свою матушку Русь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok